Очень вкусные и ароматные слойки с сочной начинкой из клубники. Больше 30 минут после выпечки такие слойки на вашей кухне не задержатся. Сочная и ароматная клубника с легким и хрустящим слоеным тестом, вкуснотища необыкновенная. Но съесть такие слойки лучше сразу после выпекания и охлаждения. Потом слойка пропитывается соком ягод и становится не такой привлекательной. Приготовить слойки с клубникой в домашних условиях очень легко. А если у вас есть готовое слоеное тесто, так вообще красота. Рассказываю, как приготовить слойки с клубникой. 1. Подготовьте продукты, разморозьте тесто при комнатной температуре. Вымойте ягоды, оборвите хвостики. Использовать крахмал или нет, решать вам, но сок будет выделяться в любом случае, просто не в таком количестве. Если используете крахмал, то каждую ягодку хорошо обваляйте в нем, перед тем, как положить на тесто. Сейчас я покажу вам несколько способов сделать простые и красивые слойки. Приступим. 2. Способ 1. Разложите тесто на столе, немного раскатайте, тонким делать его не нужно. С помощью вырубок для печенья делайте кружочки, половину кружочков оставьте целыми, а в других сделайте по центру отверстия с помощью вырубки цветочек. 3. Положите ягоды на тесто. 4. Накройте тесто с отверстиями, как на фото. Вилочкой или обратной стороной ножа придавите край. Готово. 5. Второй способ. Порежьте тесто на квадраты. С помощью ножа для пиццы разрежьте тесто, как на фото, два угла, разрезаем до конца, а противоположные два, не дорезаем до конца. 6. Закладывайте один отрезанный угол на противоположную сторону. Затем перекидывайте второй уголок теста и прикладывайте ровно к другому краю. 7. Заполните клубникой корзиночки. Готово. 8. Третий способ. Порежьте тесто прямоугольниками. Половину прямоугольника порежьте ножом для пиццы, как на фото. 9. На другой край положите ягоды. 10. Накройте порезанной половинкой, прижмите край, оформите его вилочкой. 11. Перенесите слойки на пергамент. Смажьте желтком, присыпьте щедро сахаром. Отправьте в горячую, 220 градусов, духовку на 20 минут. 12. Приятного аппетита. У меня получилось из 500 граммов теста два одинаковых противня слоек. Вот такие красивые слоечки.